Слава Господу нашему Иисусу Христу! И сейчас хор пропел такие слова, дай нам хлеб небесный, такое обращение к Господу. И тоже очень важно, чтобы каждый из нас сегодня мог также сказать, Господи, я очень нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь, чтобы вот эта благодать, которую Ты приготовил, она сегодня проникала в сердце мое и давала мне эту силу, давала эту жизнь, потому что только Господь наш Иисус Христос, Он может в нас произвести это и оживить наши сердца, чтобы мы с Вами шли дальше по этому пути и радовались, радовались спасению, радовались тому, что Господь сделал в нашей жизни. Слава Иисусу Христу! Я бы хотел зачитать такое место, это первое послание апостола Петра, 5 глава, 10 стих, и поразмышлять над этим стихом. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании Вашем, да совершит Вас, да утвердит, да укрепит и да соделает непоколебимыми». И вот такие слова написал апостол Петр в Церкви Божией, а значит и нам с Вами. И слова, которые Господь нам оставил в Своем Слове, мы знаем, что это очень важные слова. Это не то, чтобы мы прочитали и забыли, ведь Слово Божие, его можно принять как? Как Слово человеческое, а можно принять как Слово Божие, которое оно и есть. И если мы примем его верою, как Слово Божие, и растворим сердцем своим, и будем стараться жить так, как здесь написано, то это Слово будет нас производить работу свою, для чего Господь и посылает Своё Слово. Вот такие интересные слова. «Бог же всякой благодати». То есть Бог, Он есть Бог всего доброго, что в нашу жизнь приходит. Всего доброго. Вот это есть наш Бог. И в нашу жизнь Он посылает только доброе, только для нашего блага. Если мы себя храним по Слову Божьему, если мы стараемся жить так, как Господь этого хочет от нас, то в нашей жизни Бог посылает только доброе, только то, что для нашего блага с Вами. Написано также дальше, что Он призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе. И вот мы сегодня с Вами уже люди верующие, мы идем за Господом, и написано, что Он нас призвал в вечную славу Свою. Вечная слава, то есть это некончаемое. Это то, что мы с Вами сегодня живем на этой земле. Написано, что Он уже ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Мы не живем сегодня с Вами жизнью этого мира, мы не живем с Вами в царстве этого мира, потому что этот мир, написано, что в нем ничего доброго нету, и Он лежит во зле. Но мы с Вами сегодня есть дети нашего Господа, и Он ввел нас в царство Сына Своего возлюбленного Иисуса Христа. И вот интересные слова написаны дальше, что Бог у нас уже написано, ввел в царство возлюбленного Сына. А далее Он не останавливается на этом, но каждый день Он совершает в нас свою работу, совершает работу своей благодатью, через обстоятельства в жизни, которые у нас получаются, через какие-то, может быть, скорби даже. Он написан сам, сам, по кратковременном страдании вашим, сам. То есть Бог, Он пришел в нашу жизнь, и то, что Он делает с нами, Он делает сам. И вот интересно, вот такой прообраз часто приводится, что, вот как деталь, ее бывают в каких-то, ну, в станке, допустим, там зажимают, начинают обрабатывать. И вот очень важно, в чьих же руках эта деталь. Ведь бывает человек неопытный может взяться за дело, и он может только все испортить. Однажды я работаю в небольшом цехе таком, но у нас там печь стоит, мы алюминий плавим там вот, отливаем, потом обрабатываем эти отливки. Вот однажды пришел человек, ему нужна была табличка, и мы эту табличку ему сделали. А потом он пошел к гравировщику, и гравировщик должен был там, ну, нанести текст. И вот интересно, что когда он пришел к этому гравировщику, гравировщик он просто все взял и испортил. И этот человек пришел потом чуть и не в слезах, что уже время много было, а ему надо была эта табличка, и что надо было переделать, заново покрасить ее, вот. То есть человек получился, ну, неопытный этот гравировщик. И мы потом снова покрасили эту табличку, он пошел, и мы посоветовали ему, к кому надо обратиться, то есть к хорошему профессионалу, специалисту. И этот профессионал сделал ему хорошо, и больше этот человек к нам не пришел. Вот интересно, вот Господь, знаете, Он есть этот мастер, в руках которого мы можем быть спокойны, что Он как-то, ну, не сделает с нами такого, что, может быть, нам не во благо будет. Интересно, что когда Иисус Христос ходил по этой земле, вот мы читаем, допустим, какие дела Господь делал, и когда люди обращались к Нему, то они смотрели на эти дела и говорили, что все хорошо делает. Мы вспоминаем про дочь Иаира. Когда Иисус Христос пришел в этот дом, а эта дочь уже умерла, то когда Он пришел туда и воскресил ее, то пришла радость в этот дом, пришел мир в этот дом. Почему? Потому что Иисус Христос взялся за это дело, и Он делает все очень основательно и хорошо. И написано, что люди, которые это видели, они пришли в великое изумление. Мы можем вспомнить, когда про исцеление расслабленного, про любое действие Божие Иисуса Христа на этой земле, написано, что все изумлялись и прославляли Его. Все смотрели на Него и думали, какие Он дела великие делает. Все изумлялись, все хорошо Он делает. И вот дальше написано также, что Он Сам по кратковременным страданиям вашим, то есть в нашей жизни могут быть эти страдания, но цель этого всего, она дальше раскрывается, что Господь написано, да совершит вас, да утвердит, да укрепит и да соделает непоколебимыми. И вот я взял перевод греческий и посмотрел, что же эти слова значат там. И вот интересно, что слово совершит, значит, да наладит. Интересно, наладит. То есть опять такой прообраз, который уже зажимает нас в станках в этих, в тисках, и написано, да наладит. Потом, за место слова укрепит, да усилит. То есть Бог, Он работая над нами, Он прилагает вот эти все свои старания и усилия над нами, чтобы из нас вышла хорошая деталь, деталь, которая под этой нагрузкой нас могла бы устоять. Он написано, нас наладит, усилит и соделает непоколебимыми. Слава Господу, слава Иисусу Христу. И все, всего это у нас достигает часто, через кратковременные страдания. То есть в нашу жизнь могут приходить эти страдания. Мы можем смотреть, почему так происходит, почему оно, мой путь, он не такой легкий, и почему в нем не только радость, но бывает и горечь, бывают слезы, бывают болезни. Но живой Бог, сам написано, Он пришел в жизнь твою, и Он в твоей жизни будет делать чудеса, которые сегодня, может быть, тебе просто надо перетерпеть. Тебе сегодня надо, может быть, просто, знаете, порой жать, как говорится, как зубы жать так вот, и идти просто, веру идти. Я вспоминаю, в моей жизни тоже были разные ситуации, и было так, что не было даже сил молиться. Вот были силы просто упасть на колени, и просто, Господи, помоги, и Господи, помоги. И вот так вот просто говорил, Господи, помоги. И не было сил, знаете. Ну вот, смотря назад, видишь всегда, да, что Господь все, что в нашей жизни допускает, это для нашего блага, чтобы мы с вами были такие налаженные, усиленные, укрепленные, утвержденные на этом пути. Потому что Богу нужны войны, войны, которые могли бы идти, могли бы являть этот свет, которые бы от обстоятельств, которые в жизнь приходят, они бы не ломались. Вот интересно, когда Бог выводил израильский народ из Египта, то Он, выводя их, Он же ведь, ну, хотел из них чего-то такого, ну, как бы так, слепить что-то хорошее такое, достойное. Вот. И Он их хотел за 40 дней, может, провести, но Он их водил 40 лет, Он хотел в них достигнуть этого, но люди где-то, они, знаете, роптали, они были недовольны этими обстоятельствами, то пищи мало, то еще что-то, воды не было. Вот. И они 40 лет ходили, и мало из них кто вошел в эту землю обетованную. И сегодня Иисус Христос, Он хочет в нас, Духом Своим, достигать вот этой работы, хочет в нас, нас делать вот такими непоколебимыми, крепкими. И Он лучше нас знает, как с нами работать. Мы порой смотрим, так думаем, ну, я вот не хотел бы так вот, я хотел бы по-другому жить, чтобы в моей жизни было все только хорошо, но Бог Он делает по-другому. Почему? Потому что у нас, знаете, бывают чувства, и мы порой руководствуемся этими чувствами, а не верою. А Господь, Он всегда смотрит только на результат. Вот мы вспоминаем про Петра, помните, когда Господь сказал про него, что ты камень, и носим камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Вот интересно, про Петра сказал, ты камень. А если мы посмотрим, через некоторое время Петр, ну, он вообще, как бы, Господа мало понимал. Он, он тут отрекся от него три раза, помните, да? То есть, ну, как бы вот такое, а Бог про него сказал, ты камень. Просто Иисус, Он уже тогда видел, в то время, что Он хочет сделать из апостола Петра, непоколебимого, усиленного труженика, через которого Господь много трудился и много сделал на этой земле. Слава Иисусу Христу! И также мы сегодня с вами можем смотреть на себя и думать, мы такие немощные, мы такие слабенькие, морщины, может, у кого-то, кто-то еще просто молодой. Но Господь сказал в Слове Своем, что я создам церковь мою, и ворота ада не одолеют ее. Это не потому, что мы с вами такие, а это потому, что Господь Сам по кратковременном страдании да укрепит, да садил их непоколебимыми. И это из Церкви Иисуса Христа. И мы с вами сейчас будем молиться, будем благодарить Господа за Его милость, что Он сегодня на этом месте, что Он Сам совершает в нас эту работу, что Он возлюбил нас с вами и не оставляет, и что мы с вами находимся в крепких, любящих руках. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok